РАХМОН Правительственный исламовед из Таджикистана назвал возврат к божественным законам средневековьем. Рахмон пообещал народу золотое будущее. Как происходит рассещение богатств, которые принадлежат народу Таджикистана? Рахману не дает покоя несуществующий экстремизм. Правительственный исламовед из Таджикистана назвал возврат к божественным законам средневековьем. Директор Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан Файзуло Барадзада, вступая на научно-практической конференции на тему «Основные факторы укрепления национального единства в современных условиях, состояния и перспективы», состоявшимся в Душанбе, критикуя Пифт, как «Исламскую партию» заявил, что в исламе запрещено создавать партии для достижения власти с последующим правлением на основе божественных законов, и раскритиковал непризнание с точки зрения ислама других мировоззрений. Также он отметил, что правление на основе божественных законов является средневековьем, а Орахмоне высказался как о самоотверженном спасителе таджикского народа, добавив, что молодое поколение должно знать об этом лидере и должно быть благодарным ему и уважать его. Один из таджикских экспертов в области ислама прокомментировал Хабархо ситуацию следующим образом. Что же касается вопроса о дозволенности партии в исламе с последующим приходом к власти для правления на основе божественных законов, то можно сказать следующее. С момента прихода ислама в Центральную Азию в VII веке для народов региона ислам стал неотъемлемой частью их повседневной жизни. Народ Таджикистана является мусульманами, и правление в этом регионе было на основе божественных законов. И это, как показывает практика государственности времен праведных правителей, является наилучшим способом решения всех проблем в обществе, начиная от социальных и заканчивая политическими. А что же касается дозволенности политических партий в исламе, то на это существуют явные тексты в Коране, которые не просто указывают на их дозволенность, а обязывают мусульман к созданию политических партий, основанных на исламской аквиде. Президент Таджикистана Арахмон 21 июня в ходе заседания Национального Совета, подводя итоги, определил стратегические задачи правительства в следующие 15 лет. На состоявшемся заседании Рахмон заявил, мы планируем в следующие 15 лет значительно увеличить долю промышленности в общем объеме ВВП и превратить Таджикистан из аграрно-промышленной страны в индустриально-аграрную страну. Основу экспорта мы из экспорта сырья переведем на экспорт готовой продукции. Кроме того, по словам Рахмона, до 2030 года Таджикистан увеличит свои энергетические возможности в три раза с 17 до 45 миллиардов киловатт-час, что в свою очередь даст возможность распрощаться с лимитом электроэнергии в зимний период и увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны. Среди стратегических целей правительства Рахмон назвал создание достойных условий проживания для населения страны, но при этом признался, что на данный момент в категории среднего класса относится всего лишь 22% от общего числа жителей Таджикистана. Для реализации таких амбициозных планов Рахмон якобы подготовил ряд мер для развития предпринимательства и стимулирования инвестиций, пообещал облегчить порядок налогообложения торговли, увеличить государственную поддержку, открыть доступ к финансовым ресурсам и ликвидировать барьеры на пути к ним, а также усилить борьбу с коррупцией. Следует заметить, что подобные заявления Рахмон делает далеко не в первый раз, и похоже, что они направлены на усыпление недовольства народа и внушение ему надежды на светлое будущее. Например, Рахмон обещал распрощаться с лимитом электроэнергии еще при строительстве санктудинских ГЭСов, однако свое обещание так и не выполнил. По мнению экспертов, достичь поставленных целей при наличии кризисных явлений в России и правительству Таджикистана вряд ли удастся, поскольку основную часть ВВП страны на протяжении нескольких лет составляют денежные переводы трудовых мигрантов из России, и в последнее время сумма переводов уменьшилась на 35-45%. А что касается антикоррупционной политики, то с момента образования агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в 2007 году это ведомство занималось лишь выявлением случаев коррупции среди врачей, учителей и мелких чиновников, чем-то не угодивших властям. И при этом коррупция в высших эшелонах власти, как и всегда, расцветает, что в очередной раз подтвердила недавно публикация так называемых «Панамских архивов», раскрывшая масштабы хищений государственного имущества семейством Рахмона и его приближенными. Австралийская компания Skyland Petroleum Limited приступила к добыче нефти на месторождении нефти и газа Кзылтумшук в Таджикистане. Как отметил вице-президент компании Стивен Эллиот, добываемая нефть будет реализовываться в виде нефтепродуктов на внутреннем рынке, поскольку нет необходимости экспортировать нефть, когда и на внутреннем рынке спроса достаточно. Напомним, что руководителем компании Skyland Petroleum Limited является Дэвид Робсон, и он же одновременно входит в состав правления Ориенбанка, которым руководит шурин президента Рахмона Хасан Асадул Лозода. Примечательное, что нефтяной бизнес в стране считается самым монополизированным и высокодоходным, и эта сфера всегда принадлежала близким Рахмона. Вот и в очередной раз не обошлось без родственников Рахмона. И не исключено, что полученные доходы от добычи нефти уйдут в офшоры, а в бюджет страны в виде налога поступит мизерная сумма. Президент Таджикистана Эмамали Рахмон во время своей поездки, приуроченной ко Дню Национального Единства в ГБАО, сделал выступление перед жителями района Ванч. Пресс-служба президента опубликовала текст выступления Рахмона, в котором он заявил, «Есть ряд стран, которые подвержены войнам и конфликтам. Террористические и экстремистские организации и группы расширяют свои разрушительные действия. В такой очень чувствительной и сложной ситуации каждый из нас обязан ценить и уважать мир, стабильность и величайшее достижение нашего народа, национальную независимость, защитить его достижения и всегда стремиться к укреплению мира, стабильности и национального единства». Президент подчеркнул, что для достижения этой так называемой национальной цели, якобы всегда нужно быть бдительными, чтобы в неспокойном, многообразном мире защитить, как он выразился, интересы нации и государства, священной ценности Таджикистана. «Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям и ответственным лицам государственных органов, уважаемым родителям, учителям, представителям интеллигенции и уважаемым и многоповидавшим в жизни людям района и села Язгулям, чтобы они вернули своих детей с плохого пути и объяснили подросткам и молодежи плохие последствия присоединения к террористическим и экстремистским группам», подчеркнул Рахмон. Примечательно, что в ходе своих последних рабочих поездок по регионам Рахмон затрагивает только одну тему существования угрозы со стороны так называемых террористических и экстремистских групп. При этом он постоянно указывает на конфликты, происходящие сегодня в некоторых мусульманских странах. По всей видимости, таким образом он пытается навязать народу мысль о том, что результаты любого инакомыслия это войны и разрушения и мирное существование при любых, даже самых нечеловеческих условиях жизни при коррумпированном режиме является большим благом для народа Таджикистана. Тем самым он оправдывает свою политику закручивания гаек и отвлекает сознание народа от истинных проблем и путей правильного решения этих проблем.